В наркополицию в Сочи неоднократно обращали жители города и рассказывали о СМС-сообщениях с предложением приобрести наркотик, а также о том, что неизвестные люди ищут закладки с зельем. Оперативники в итоге распутали тщательно выстроенную преступную схему. Участники наркосети распространяли синтетические наркотики – спайс и мефедрон. Руководили два человека – 27-летний житель Мостовского района и его помощник – 28-летний сочинец. В состав группы входили диспетчеры и две бригады закладчиков. Вещества, расфасованные в пакеты, помещались в тайники. Покупатель перечислял деньги через платежную электронную систему и получал указания, где найти дурман. С целью расширения рынка сбыта диспетчеры рассылали СМС-сообщения на случайные номера с информацией о видах наркотиков и их цене. Преступная группа была ликвидирована сочинской наркополицией в результате спецоперации. Разработка длилась почти полгода. Для проживания и фасовки товара дилеры пользовались только съемными квартирами в элитных домах, на территорию которых доступ посторонних ограничен. Автомобили брали на прокат. Регулярно меняли телефонные номера. Оптовые партии синтетических наркотиков заказывали по интернету. Затем ими обрабатывали обычные лекарственные травы и фасовали в дозы. Для хранения и перемещения использовали целый арсенал разнообразных тайников. Банки из-под напитков, часы, светильники. Были и упаковки для чипсов, в которых сверху находились настоящие чипсы, а под съемным дном – чеки с дурманом. Наркотик прятали и под видом баллончика спрея с автомобильной полиролью. Спецоперация была назначена в тот вечер, когда костяк группы решил отдохнуть в сауне. Начиная бригада закладчиков была задержана на маршрутах. Некоторые уже успели разложить в тайники часть дурмана. В ходе обысков было изъято около пяти килограммов наркотических средств. В ходе расследования собрано 120 томов уголовного дела, подтверждающих факты преступной деятельности. Это самая крупно организованная группа, действовавшая на территории курорта. На момент задержания ее участники осуществляли большую половину всех закладок спайса в городе. Ежедневно они прятали в тайнике порядка 500 доз, а ежемесячный доход исчислялся несколькими миллионами рублей. Руководители группы свою вину не признали. Суд Центрального района Сочи приговорил организатора к 15 годам, а его помощника к 14 годам лишения свободы. Остальные участники группы получили от 10 до 12 лет. Срок наркозбытчики будут отбывать сначала в тюрьме, а затем отправиться в колонию строгого режима.